Обломки еще одного бомбардировщика времен Великой Отечественной войны обнаружили тверские поисковики. Это дальний бомбардировщик ДБ-3Ф, который потерпел крушение в Кувшиновском районе поздней осенью 1941 года. Причем, как удалось установить участникам экспедиции, им командовал будущий герой Советского Союза. Этот самолет искали очень давно. Как рассказывает один из участников экспедиции, Сергей Филиппов, о том, что где-то в глухих лесах под Кувшиновым упал советский бомбардировщик, ему рассказывала родственница. Она несколько десятилетий назад уже бывала в этих местах. Оказалось, что с отцом где-то в 1963 году сюда ходили. Он показывал, где он лежит, самолет. Я взял карту, спасибо, помогли, дали. Мы с ней посмотрели по выделам, где примерно была делянка в то время, где была дорога, где была поляна. Призобрались и примерно накидали место, где должен находиться самолет. Добирались участники сводного отряда регионального отделения поискового движения России, вспоминая пословицу «гладко было на бумаге» да забыли про овраги. Дорога оказалась очень тяжелой. Однако внедорожники сдюжили и доставили поисковиков на предполагаемое место падения самолета. Глубоко копать не пришлось. Что-то очень большое. Скорее всего, это только с упакованием сделает. Да, большое. Да, видишь, здоровый кусок. Анализируя глубину залегания, а также внешний вид обнаруженных деталей самолета, поисковики пришли к выводу, что это дальний бомбардировщик ДБ-3Ф. Судя по всему, машина была подбита немцами. Однако пилотам удалось дотянуть до Кувшиновского района, который не был занят противником. Пилот, летчик Новожилов, тянул до последнего машину. Но, к сожалению, три члена экипажа погибли. Ну и слава богу, что летчик остался жив. Известно, что три летчика Николай Козин, Евгений Машталов и Николай Орешкин были похоронены. Однако место могилы пока неизвестно. А вот командир экипажа Николай Новожилов смог добраться до своих, воевал и дожил до победы. Причем в августе 44-го года даже был удостоен звания Героя Советского Союза. Теперь поисковики ведут активную работу с архивными документами, а также с поднятыми фрагментами самолета, чтобы максимально полностью восстановить обстоятельства последнего боя дальнего бомбардировщика ДБ-3Ф, который тот принял практически ровно 79 лет назад, 16 ноября 1941 года.